Помощь во время родов. Нюансы выбора. Если женщина не выглядит как богиня во время родов, значит, кто-то неправильно на неё смотрит. Мы действительно думаем, что ваша помощница должна быть той второй богиней, которая будет вдохновлять, окрылять вас. Чтобы вы чувствовали себя той богиней, через лоно которой, через всё тело которой проходит Бог. Проходит тот долгожданный, званный человек, то существо божественное, которое в вас, ваша семья, ваша пара, если у вас ещё нет деток, потому что пара становится семьёй только когда появляется ребёнок. Вот та пара, которая звала. Пусть у вас будет намерение найти именно свою помощницу. Понимаете? Свою. Как бы вам не рекомендовали, как бы не советовали, пожалуйста, мы потом будем об этом дальше говорить в пункте «Как её искать?» не просто «когда». Как её искать? Так вот, чтобы вы искали свою, чувствовали свою. Потому что сколько людей, столько и мнений. Посему много на земле. И система здоровья, и система питания, и настолько много и психологов, и акушеров, всех. Поэтому вам стоит задуматься, кого же, как вам почувствовать своего человека. С той, с которой вот такой, либо это действительно будет женщина, либо вам комфортнее с мужчиной. Потому что вот у нас был Фернандо Малина, который, мужчина-акушерка, как он говорит, который говорит, что обязательно хочется донести ему эту позитивную, добрую, сильную мужскую энергию в роды принести своим присутствием. Подумайте, как вам удобнее. И ищите свою. А если в городе нет акушерки, может ли опытная мама, родившая дома не раз, принимать роды? Если она согласится, то есть вы не узнаете, может она или не может, вы встречаетесь с ней, вы доверяете этому человеку. В любом случае, я хочу сказать, что благословен тот человек, который у вас и вам встречается и во время беременности, особенно, когда он в родах. Особенно. Потому что он свои наработки несет в эту энергетику родового потока всего и берет оттуда тоже. Поэтому очень важно, кто вас сопровождает в родах, кто. И родившая дома не раз. Я знаю, что у меня есть моя подруга, мама у четверых детей, которая отлично помогает другим мамам, но я бы не хотела ее в свои роды. По нескольким причинам. По тому, как я ее чувствую. Не как за каменной стеной, не так, как мне бы хотелось, чтобы она меня брала за ручку. Потому что она не знаю, как берет. И не так массаж, может быть, как я бы хотела. Возможно, у многих женщин именно такое понимание, что как в роддоме, что вот приехал или там позвонил, она приехала, тебя приняла роды и все. Нет, дорогие мои, это совсем-совсем не так. Это ключевой и очень важный вопрос. Это фундаментальный вопрос. Отличие домашних и духовных акушерок от роддомовских как раз и состоит вот в этой тесной психологической связи. Духовные акушерки вас готовят. У них часто у самих есть свои методики. И сегодня мы будем разбираться, когда же лучше всего находить себе помощницу. Мы будем говорить не только о домашних и духовных акушерках. Мы будем говорить в целом о помощницах в родах. Кто может быть вашей помощницей в родах? Это может быть опытные, духовные или неопытные, каких вы выберете. Духовные акушеры, это могут быть доулы, которые идут в домашние роды, которые оказывают исключительно психологическую бытовую помощь, но не медицинскую. И это могут быть опытные подруги, которых тоже в принципе часто называют духовными акушерками. То есть это просто женщины, которые уже прошли через какие-то свои истории, и у них есть опыт, и они готовы идти с вами в домашние роды. Мы в любом случае понимаем, что ответственность, конечно же, лежит на паре, но и в большей даже степени, как я лично считаю, на матери. То есть мать должна позаботиться обо всем, узнать, разузнать. Далее узнаете, как бесплатно посмотреть этот вебинар целиком. И, конечно, ставьте лайки, если вам понравилось. Друзья, добра! Мы, две осознанные мамы, Светлана и Ольга, организаторы первого в Рунете социального проекта, который популяризирует естественные роды. Мы пишем авторские статьи, проводим международные онлайн-фестивали, а также активно организуем вебинары, где освещается именно природный, немедицинский подход на темы благостного зачатия, естественных родов и осознанного родительства. Вы можете узнать больше о проекте «Чудо в сердце» и получить сразу бесплатный доступ к более чем 100 вебинарам, в которых более 120 экспертов-помощников из 26 стран вдохновляют и служат вам во имя «Чудо рождения в мире». Для этого нажимайте кнопку, которую вы видите на экране. Станислав Ежелец писал, «Ребенок рождает родителей». Мы рождаем новые роды в мире. Приглашаем подписаться на наш канал и посмотреть следующее видео на эту тему. Вдохновение! Ольга Светлана и проект «Чудо в сердце». До встречи!